Геленджик Слава Богу! Геленджик, это наш Геленджик. Геленджик, это наш. Слава Богу! Аминь! Аллилуйя! Братья и сестры, вы знаете, всегда, когда я выхожу сюда, у меня такое чувство, что каждый раз, как вот перед такой ответственностью я стою, потому что я хочу, чтобы наши уши были открыты к тому, что мы слышим. Потому что, знаете, я в тот раз говорил о том, что мы должны видеть то, что другие не видят. Но этот раз у меня слово называется «В чем же мудрость?». Ой, такая тема интересная, и мне хочется, чтобы мы начали думать, немножко размышлять над этим, потому что иногда мы часто даже, не то что иногда, часто у нас, или мы страдаем от того, что у нас не хватает мудрости. И мы, когда вот, когда что-то заканчивается, или что-то проходим, мы говорим «Ай, как я не знал!» Или «Как здесь я так поступаю?» Или «Почему я это сделал?» Ну, а в чем же мудрость? Где мы ошибаемся? Где мы у нас не получается взять то, что на самом деле Бог приготовил для каждого из нас? Почему? Потому что Иисус в 4 главе Евангелия от Луки говорит «Дух Господа Бога на мне!» Ты можешь кому-то сказать «Дух Господа Бога на мне?» Нет, не так. Нет, нет, нет. Вот, вот я сейчас хочу задать вопрос. В чем же мудрость? В том, что мы можем просто повторить слова, которые нам говорят? Или мы должны выникнуть в суть этих слов? Когда я говорю, что «Дух Господа Бога на мне», а что я имею в виду вообще? Где мудрость в этом? Иисус, я хочу, чтобы ты еще раз повернулся к кому-то и сказал, «Ты знаешь, Дух Бога на меня!» Вот, видите, уже не хотите. Так, давайте разобраться сегодня чуть-чуть. Ведь все-таки Дух Бога на нас. Да, братья и сестры? Давайте чуть-чуть разобраться в этом все-таки с Духом или без Духа. Кто Духа Божьего не имеет, тот и не Его, Библия говорит. А в чем же мудрость? И знаете, мы привыкли все. Я не хочу, чтобы у нас было в церкви помазание толпы, братья и сестры. Я хочу, чтобы у нас в церкви было помазание индивидуального человека, который стоит перед Богом и говорит, «Я помазан Господом!» Я не помазан толпою, я помазан Господом! Аллилуйя! Я не хочу, чтобы все кричали «Аллилуйя!» Ты тоже кричал «Аллилуйя!» Если у тебя не «Аллилуйя», так что у тебя, помните? Аллилуйя! Вы понимаете, я не хочу, чтобы у нас было «Аллилуйя!» Как толпа. Я хочу, чтобы у нас было «Аллилуйя!» Это «Аллилуйя!» Аминь! Это «Аминь!» Слава Богу! Это «Слава Богу!» Я помазан! Это значит, я не просто говорю «Я помазан в церкви», потому что все сказали, и я сказал. Помните, есть такая притча, когда апостол Павел уже с церковь на небесах, и апостол Павел выходит, смотрит, такие вот это семейные пары стоят и говорит, «Братья, выходите все на шаг вперед, те, которые на земле не слушали свою жену». И один человек так смело выходит и так стоит, а все остальные стоят, «Ну что скрыть, Бог-то знает все!» И он говорит, «Молодец!» Вот ты пример для всех этих людей. «Почему ты вышел сюда?» Говорит, «Жена сказала». Вот чтобы у нас не было, вот чтобы мы могли понять, если я помазан, то я помазан. Не потому, что кто-то говорит, не потому, что кто-то говорит, что ты помазан, а ты убедился в этом, что ты помазан, и тогда это помазание будет работать в твоей жизни. Аллилуйя! Сегодня у нас будет время молиться за тех людей, которые нуждаются с помазанием Елеем. Поэтому я начал с помазанием. Но в чем же мудрость выходить сюда, потому что все вышли? А если никто не видит, а ты нуждаешься? Но ты говоришь, если кто-то видит, я тоже пойду. Но в чем же мудрость тогда? В чем заключается твоя мудрость? Что ты ожидаешь от Господа? Что ты ожидаешь в твоей жизни вообще, живя на этой земле? Поэтому я хочу взять пример одного человека, который молился Богу и просил, что у Бога нет ни мудрости. Давайте мы посмотрим жизнь Соломона. Что он просил у Господа? Это третья глава. Ну давайте девятый стих. Даруй же твою рабу, рабу твоему, что сердце разумное. Все зависит от сердца, братья и сестры. Дорогая церковь, мы должны жить сердцем, а не чувствами какими-то. Посмотрите, он говорит, очень интересная молитва. Первое, о чем я хочу говорить. Я буду говорить о семи пунктах, которые просто сделают нам мудрыми на мудрость. Вы знаете, надо быть мудрым на мудрость. Есть мудрость, которая просто не от этого мира, просто это сверхъестественная мудрость. Но есть мудрость этого мира, которая душевная, земная и бесовская. Есть такие люди, знаете, есть такие люди. У меня есть одно слово готовое, но я пока это слово не говорю. Я жду, пока Бог скажет старт. И это слово называется безбожники в церкви. Ты скажешь, как может быть безбожник в церкви? А я тебе скажу. Есть такие люди, они такие, они такие вот, они умеют под кожу лезть. Есть такие духовные пявки. Они живут за счет других. И им нравится, чтобы рядом с ним всегда был человек, который немножко наивней. И заходят под кожу и все сделают. Им даже, они вот все, что есть у них, всякая вот, и одежда, и обувь, они так заходят, что ты даже не замечаешь. И они начинают жить с тобой. Ну где же мудрость? В чем же мудрость? Ну в чем же мудрость, братья и сестры? Ну в чем же мудрость? Аллелуя. Смотрите, он говорит, дай сердце разумное. Почему? Вы знаете, сколько лет было Соломону, когда он воцарился? Кто знает? Сколько было лет Соломону, когда он воцарился? Двенадцать лет! Двенадцать лет! И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказали ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе... Смотрите. И сказали ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни. Раз. Это же эгоист только может так делать. Не просил себе богатства, два. Не просил себе душ врагов твоих. Но просил себе, что разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное. Так что подобно тебе не было прежде тебя. И после тебя восстанет подобно... Не восстанет подобно тебе. И то, чего ты не просил, я дам тебе, я даю тебе и богатство, и славу. Так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Аллилуйя! Он просил разумное сердце. Но Богу это понравилось. И он говорит, даже то, что ты от меня не просил, я и это тебе отдаю. Ты будешь такой богатый. Ты будешь такой преуспеваемый, что такого еще не было ни разу. А вы знаете, братья и сестры, Евангелие от Матфея Иисус говорит, то, что я церкви даю, Соломон во всей своей царстве этого даже не мечтал. Даже Соломон так не одевался, как Бог нам одевает. Почему? Что это за одежда? И в чем же состоит мудрость? В том, что мы одеты одеждой праведности. Соломон не имел одежды праведности. А Бог даровал мне и тебе одежды праведности. Вы понимаете, о чем я говорю? Не от того, что мы такие хорошие. Или мы так вот сидим, вот так послушнее, склонили голову, Бог говорит, все, вот ты подходишь. Я тебе дам одежды праведности. Нет. Только потому что, вот в чем состоит мудрость? В том, что мы сказали, Иисус, я без тебя ничего не могу. Соломон сказал, сердце разумное. А мы говорим, Господи, вот сердце разумное, когда моя зависимость будет только от тебя. Я понимаю, что без тебя у меня ничего не получится. И тогда у тебя есть все. Это очень важно. Праведность Иисуса Христа, который приобрел тем, что Он умер и воскрес. А нам уже умереть не надо. Нам надо только это принимать. Хорошо. То есть, первое, это разумное сердце. Молиться и сказать, Господь, дай мне разумное сердце. Второе, следить за устами. Аллилуйя. Притча 13.3. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскирывает свой рот, тому беда. Вот это да. В чем же мудрость? Что, не говорить? Вот с многими общаешься, ты рассказываешь, что, слушай, ну надо этот. И проявляет мудрость. А что, вообще молчать, что ли? Слушайте, в чем же мудрость? Нет, здесь написано, кто хранит уста свои. Вот мудрость как раз. Храни уста свои. Ты говоришь, что больше мне не говорить ничего. Ну, как не говорить? А слова веры, а аллилуйя, а аминь. Нет, наоборот. Просто надо хранить уста свои. От пустых слов. Потому что за все это мы дадим отчет Богу. Господи, как хранить уста мои? Да ведь молится, говорит, Господи, поставь ограду устам моим. Поставь перст на устах моих, чтобы я не говорил лишнего. Кто молился вообще, чтобы его уста были чистыми? Когда Исайя, по-моему, это шестая глава. Когда Исайя увидел Господа, он сказал, я погибну, потому что я человек с нечистивыми устами. Что, Исайя, пророк, ходил, что, матерился, что ли? Нет. Слова неверия, это и есть нечистивые слова. Мы думаем, что только материться, это нечистивые слова. Слова неверия перед Господом звучит, как мат. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог говорит, когда ты хранишь свои уста, ты боишься говорить слова неверия. Ты уже, что бы ни случилось, ты говоришь, а мой Спаситель жив. Поэтому жива душа моя. Я не знаю, как будет дальше, но я знаю одно. И не было написано льсти в его устах. И не было. Помните, очень многие люди, они не умеют следить за своими устами, потому что они умеют через свои уста какую-то выгоду взять. Я же говорю, они заходят под кожу, и у них такой настроенный или наставленный язык такой. Они уже знают программу, как украсть. Написано, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот ты общаешься с человеком, ты чувствуешь, ты как будто ограблен. Потому что он опустошил тебя, он украл у тебя. Общаешься с человеком, ты видишь, ты обогатился. Потому что общаться с этим человеком, у него правильный дух. Он следит за своими устами, он лишнее не скажет. У него, знаете что, я прошлое служение показал в России, бьем суда. А надо суда бить, потому что этот звук важнее этого, понимаете? И когда у нас есть пустота, и язык пусто говорит очень много, и мы не следим за своим языком. Вы, пожалуйста, поймите меня хорошо, потому что мы выходим в этот мир, и если мы не будем говорить Слава Божие, нас никто слушать не будет. Наши слова должны быть с солью переправлены. Мы должны когда говорить, говорить как Слава Божие. Мы должны правильно выразить свои мысли. Потому что, знаете, что при многословии не миновать греха. При многословии не миновать греха, братья и сестры. Поэтому, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Хорошо. Это третье, сейчас я буду о третьем говорить. Как вы думаете, влияет ли на нас наше окружение? Поэтому третье, это следить за друзьями. Какие у нас друзья? Это не значит, что мы друзей не должны иметь. Мы должны иметь много друзей. Но мы должны следить за некоторыми моментами. Послушайте меня. Притча 13, 21. Общающийся с мудрыми будет мудыш. А кто дружит с глупыми, что сделается, не станет глупым. Развратиться. Просто развратиться. Очень скоро по плодам ты увидишь, кто твой друг. Вот скажи, кто твой друг, скажу, кто ты. Притча, 1 глава, 10 стих написано. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут тебе склонять грешники, не соглашайся. Что не делать? Не соглашаться. Почему? Это третий пункт. Очень важный. Вы знаете, у меня были хорошие друзья, когда я покаялся. Но у нас была привычка. Всегда я ставил эту. Всегда я ставил. А они все приходили. И как вы думаете, после покаяния, когда я уже покаялся, принял водное крещение, ко мне приехал самый близкий друг и принес самое дорогое. Еще и закуска хорошая. Принес и говорит, слушай, я вот проезжал мимо, увидел этот пузырь. Я думаю, с моим лучшим другом выпьем этот коньяк на прощание. И покушаем шашлыки. Вы знаете, что интересно? Конечно, мне жалко то, что он до сих пор еще не покаялся. Но вопрос в том, что первое, я задумался, знаете, над чем? Слушай, ну ведь ты никогда не ставил бутылку. Как этот раз ты захотел? Не враг ли через тебя говорит? Очень соблазнительно. 200 долларов он отдал. И скрыло вот так. Там такие гранулированные узоры, они блестели вот так. Я сказал, друг мой, я тебя очень уважаю. Я тебя очень люблю. Я готов с тобой сидеть, общаться очень долго. Но, пожалуйста, возьми шашлык и заходи. А бутылку остав за дверью. Он говорит, как? Я говорю, очень просто. Я не хочу предавать моего Господа. Только тот день, когда я принял Иисуса Христа, у меня была огромная коллекция водки, вина, всякого, ликера всяких. Почему? Потому что я любителем был. Я был любителем только, братья и сестры. Но в день 2-3 бутылки, это любитель просто. И знаете что? У меня была большая коллекция. И когда я уверовал, я заключил завет с Господом. Когда Бог меня остановил в этом грехе, я поднял мою руку и сказал, Отец, больше никогда я в мои руки не возьму этот стакан. И в моем доме никогда не будет это. И когда я пришел домой, мы тогда в Краснодаре жили в том доме, где я покупал этот дом. Там был у меня цех, мы жили на квартире, потому что мы жили у одной женщины. И она знала, какая у меня коллекция. И я пришел домой, я начал открывать эти бутыльки и выливать в унитаз. Когда она зашла, весь двор запах такой. И разные запахи, и букет цели. Когда она зашла, увидела пустые бутыльки, а меня трезвым без друзей, она в оморок упала. Она говорит, я знаю, что ты сделал. Ты их вылил. Я говорю, да, я их вылил. Почему? Потому что я хочу посвятить мою жизнь Богу, чтобы через меня много людей спаслись. Конечно, ты можешь просто жить и быть христианином. Почему я и хотел слово говорить безбожники в церкви. Если через тебя никто не спасается. Если ты не умеешь слово говорить в силе духа. Если ты не помазан. Если ты не посвятил свою жизнь Богу. То посмотри, кто твои друзья. Если Иисус твой друг, то ты скоро будешь похожим на Него. Все. Столько. Больше не буду говорить ничего. На этом пункте. Мы здесь останавливаемся. Я хочу, чтобы мы просто поняли внутри себя. Я хочу, чтобы мы просто открыли свои глаза и посмотрели. Почему? Потому что Иисус говорит. Горе человеку, через которого придет соблазн. Лучше бы ему мельничная жернова и в море, нежели такому человеку соблазном быть. Хорошо, переходим в четвертый пункт. Притча. Подождите. Нет. На этом пункте еще одно место прочитаю. 14.7. Притча 14.7. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. То есть, если твой друг. Аллилуйя. Мне нравится это местописание. Но ты идешь и так смотришь и говоришь, слушай, ну, дорогой, ну давай о чем-то другом поговорим. Да, ну да, а он все тянет другое. Ты говоришь, слушай, ну давай о чем-то другом поговорим, а? Да давай, вот сегодня давай раз. Просто уходи от него. Просто уходи от него. Аминь. Аллилуйя. Или, знаете, я что скажу? Если ты не можешь влиять на него, скоро он повлияет на тебя. Я такое просто скажу. Аллилуйя. Четвертый пункт, о котором я хочу говорить, это внимательность. Мы должны быть внимательными очень. Ты скажешь, пастор, это что за урок у нас? Да. Мы должны быть очень внимательными. Будьте мудри, как змеи, и просты, как голуби. В чем же мудрость змеи? В чем мудрость змеи? Мудрость змеи в том, что он умеет ждать. Вот она, змея, вот так встанет и будет наблюдать за жертвою, хоть сколько угодно. Пока не будет нужный момент, чтобы атаковать. А в чем простота голуба? Голубь, он настолько прост, что просто, когда ты уже тряпку вот так чуть-чуть поднимаешь, она улетает. Вы понимаете, в чем вопрос? Поэтому будьте внимательными. Притча 14, 15, 16. Глупый, глупый, глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Глупый верит всякому слову, а благоразумный же внимателен к путям своим. Почему? Потому что от слов начинаются пути. И человек, если он глупый, ему сказали, пойдем сюда, он идет туда. Ему сказали, пойдем туда, он идет туда. То есть он управляем не своим собственным сердцем, а управляем кем-то. А внимательность нас хранит от этого. Когда мы внимательнее, братья и сестры, мы понимаем, что мне легко управлять. Мне нелегко. Почему? Потому что я в один Духом Святым. Вот Дух Святой меня управляет, а Дух Святой меня никогда не приведет там, где глупость. Если только не для того, чтобы разрушать эту глупость, чтобы прийти и сказать, слушайте, во имя Иисуса, Господь хочет, чтобы мы жили и радовались. Господь хочет, чтобы мы ободрились и шли, и проповедовали Евангелие. Аминь. Так как я буду сегодня молиться за людей, я буду чуть-чуть быстренько говорить. В чем же мудрость тогда? Быть внимательным. Вот очень многие думают, в чем же мудрость? Все, не буду дружить ни с этим. Не буду дружить ни с этим. Да нет. В чем же мудрость? Правильно выбора. Не ты, не на тебя влияют, а ты влияешь. Не на тебя влияют, а ты влияешь. В любом месте. Тебе приняли на работу. Сразу условия. Вы знаете, я в воскресенье, я иду в церковь. Я в воскресенье должен быть свободным. Ты влияешь на них. Ты скажешь, а если потеряю эту работу, никогда ничего ты не потеряешь. Потому что, когда Бог обогащает, когда Бог дает, это не вариант потерять что-то. Просто это верно с Богом. И тогда, может быть, на этом рабочем, меня, например, на рынке все знали. Конечно, не общались со мной. Но они знали, что я Божий человек. И когда что-то случалось, они приносили ко мне. Вот поймали там какого-то этого, который зашел в этот пятачок и начал проповедовать. Они берут все и идут ко мне. Проверю, он правильно говорит или нет. Хотя не общались со мной. Меня считали святошей там. Я не знаю, кем бы меня ни считали. Это мне вообще не волновало. Но когда какие-то трудности, они ходили и говорили, у меня дома домовой, что с ним делать? Вот такие вопросы говорили меня. И знаете что, мне радовало это. Если за кого-то надо молиться, они идут ко мне, помолись за этого. Но они не хотели со мной общаться. Понимаете, от этого у меня не было ушерба никакого. Почему? Потому что я хранил. Человек, который не хранит, береженного, Бог бережет. Ну, храните себя, братья и сестры. Вот здесь и есть вот эта внимательность. Чтобы быть внимательным. Чтобы хранить себя. Потому что... Но это не мудро приобретать весь мир, а душе своей повредить. И Бог говорит тебе. Бог не молчащий Бог. Наш Бог не молчащий Бог. Если ты говоришь, Бог ко мне не говорит, то значит ты давно не взял Библию в руки, брат мой или сестра моя. Бог говорит через слово. Просто ошибка наша в том, что мы хотим, чтобы он голосом говорил. Если он голосом скажет... Помните, в Израиле он один раз в Назарете или в Иерусалиме возле храма, он говорил голосом, и все сказали, это гром. Как ты говоришь? Пусть Бог со мной говорит. Так это гром будет, и ты ничего не поймешь. А вот когда... Почему он и сделал эту Библию? Чтобы на нашем понятном языке мне сказать. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Что тут сложного? Нет. Пусть Бог мне скажет. И мы часто ждем, ждем. Бог говорит, говорит. Бог говорит на Библию. Иди, вот слово мое. Вот слово мое. Вот, вот. И здесь он говорит. Потому что... Смотри. И что он продолжает? Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою, твою от стези. Ну, береги себя просто. Ну, храни себя. Ну, не иди туда. Ну, зачем у многих уже вот такая шишка на льбу. А все равно они на одни и те же грабли. Шишку на шишку. Ну, зачем? Ну, остановитесь. Аллилуйя. Слава Богу. Быть внимательным. Аминь. Пятый. Это что? Не раздражаться. Ибо гнев человека не творит правду Божию. Не раздражаться. Вот. Мудрый, 16 стих, 14 глава. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вот эта самонадеянность, раздражительность и самонадеянность, это признаки немудрого, братья и сестры. Аллилуйя. То есть не раздражается. Я на этом пункте хочу, чтобы каждый из нас, потому что то, что я хочу сейчас говорить, я сегодня не буду об этом говорить. Я хочу, чтобы каждый себя проверил дома. На чем раздражается? Что его выводит из Божьего покоя? Потому что я хочу о покое немножко говорить. Что тебя раздражает? Начни работать над собою. Если мы не будем работать над собой, мы всегда будем раздражаться. И нас никто не поймет. Нам надо быть, нам надо иметь покой. Поэтому шестой пункт, это душевный покой. Давайте мы откроем филиппейцам вторая глава и прочитаем с первого стиха. Итак, вот как будто итог такой сделать. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, смотрите, какие моменты трогает апостол Павел. Если есть какое милосердие и сострадательность, это то присутствие, которое должно быть в церкви, братья. То дополните мою радость. Имейте одни мысли. Я хочу иметь душевный покой, но я не хочу соединиться с Ним. У меня есть свой вариант. Я думаю, как я хочу. У меня есть свои мысли. У меня есть своя понимание. Но апостол Павел говорит, ну имейте одни мысли, что Иисус Христос умер и воскрес. Имейте ту же любовь. Ой, так как я люблю, никто не может любить. Ну извини, может Иисус у тебя научился любить. Мне тут никто не понимает. А ты спрашиваешь, хорошо, а душевный покой есть? Но нету, нету, нету. Но я знаю, Бог работает со мной. Я буду еще три дня поститься. Еще, может быть, неделю буду поститься. И я найду свой душевный покой. А Бог говорит, это от того, что у тебя разномыслия со всеми. Ты выбрал себе свой путь. Поэтому у тебя нет душевного покоя. Ты не соединяешься с церковью. Ты отделяешь себя от церкви. Иуда пишет, это люди душевные, не имеющие духа. Они отделяют сами себя от общения духовной. Но думают, что они сами духовные. Но нету душевного покоя. Почему постоянно волнение в душе? Почему тревога в душе? Потому что нету единства. Иметь ту же самую любовь. Будьте единодушны. Опа, а мы что еще и... А душе надо же? Ну, конечно, покой-то в душе надо. В духе покой не надо. Дух это сила. Дух это помазание. Дух это огонь. Это душа нуждается в покое. Многие ходят по желаниям. И они путают душа и желание. Желание это не может быть только... Не только желание это душа. Есть еще много. Душа, которая нуждается в общении. Душа, которая успокаивается у ног Христа. И он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Что вы найдете первое? Богатство. Вот если Бог есть, пусть мешок золота даст. Или пусть мой парень от меня не уйдет. Да подожди с твоим парнем. Ты сперва найди душе покой. У тебя душа в самых волнениях. А ты о чем-то переживаешь. А он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокую вас и найдете в ваших душах покой. Вот что исцеляет человека. Вы знаете, очень многие, даже уверовав, больше стали, ну как бы, ну как сказать? Ну как это слово сказать, а Господи, чтобы никто на меня не обиделся. А то я начну терять людей. Ой, Господи, помилуй меня. Ну, они уверовав, они во Христе, они какими-то не становятся христианами, а какими-то колдунами становятся. Понимаете? Они начинают чародействием заниматься. Они начинают вот такие вот вещи делать какие-то. Что вы хотите делать этим? Кого вы хотите удивить? Где в вашей душе... Вот первое критерие, которое есть в Боге, где мы успокаиваемся, это покой в душах наших. Это единомысля. Это когда у нас одно и то же любовь. Это не какие-то там чувства, эмоции, что... Ой, я сейчас такое сделаю. Да, конечно, сделал, что этот человек уже месяц не может ходить. Понимаете? Приняв Бога, мы думаем, мы какую-то силу приняли, теперь все. Вот, ну, кто тут этот? Ну, что, какие-то вопросы же. Такую силу я проявил. Да не надо успокойся. Проявить душевный покой твой. Проявить твою любовь. Не надо тут магией заниматься, братья и сестры. Церковь Бога живого основана на любви, а не на магию. Во имя Иисуса Христа. Церковь Божья, это не просто вот так крутишь, крутишь, и кто-то голова крутит, крутишь. О, вот это церковь, а ты крутишь его голову. Да хватит уже этих голов. И трогайте эти головы. Пусть они будут в покое, пусть они думают о Христе. О, оторвался я. Аллилуйя. И такие люди, они не могут принять. Я сейчас потом об этом скажу. Подождите, не торопите меня. Единодушный. То есть, вот в церкви вот это единодушие, это и есть искренняя дружба. Когда ты уверен, что в спину нож не получишь. Почему? Мы единодушны вместе. Мы соединены вместе. Нам хорошо вместе. И потом единомысленны. Иногда я говорю там, о, аллилуйя, слава. Я так рад, что ты здесь. У нас единодушная и единые мысли. Он говорит тоже, о, аллилуйя. О, у нас как будто мысли одинаковые, понимаете? Это не так, что Бог хочет каких-то роботов создавать. Нет. Но Он хочет, чтобы это единство никто не мог нарушить, братья и сестры. Аллилуйя Господу. Аллилуйя Господу. Я долго думал, говорится об этом слово или нет. Смотрите. А дальше, сперва вот объединились в душе, соединились и нашли покой. Потом идут дела. Ничего не делайте по любопрению. Слушайте, кто мне объяснит слово любопрение? Это что? Это что-то доказывать, состязаться, спорить. Нет, я так хочу. Нет, я так буду. Ничего не делай по любопрению. Тебе говорят так. Ну, делай так. Это и есть сила. Это и есть послушание. Нет. Обязательно надо доказать. Обязательно надо спорить. Ничего, говорит, так не делайте. Аллилуйя. Даша по любопрению или по тщеславию. Вы видите, что я сделал? Я помню, когда я первый раз мне дали проповедовать. И я, вы знаете, что всю ночь я ходил вот так, как индюк такой, надулся, так, о, мне дали проповедовать. А это было ДКЖД, около двух с половиной тысяч людей. Я уже представляю этот. И пришел проповедовать. Ну, вообще. Ну, почему? Потому что я проповедовал. И при том первый раз. И внутри думал, я сейчас спущусь, полцеркви подойдут ко мне и скажут спасибо. И понесу, да, на руках. И я такой, вообще, ну, супер, Вова. И я спускаюсь. Вова жду, никто не подходит. Все как бы идут домой. Думаешь, что мы делаем? У меня тогда не было машины. Мы едем в трамвае. Розанна говорит, слушай, так больше не проповедую. Я говорю, что? Как это понять? Он говорит, ты понял, что вообще-то ни о чем не говорил. Я думаю, как это так, Господь? Они меня не поняли. Что-то не так. Вот тщеславие. А вы что, не понимаете? Сегодня пораньше пришел в церковь. Что-то меня не замечают тут. А я жду, вот здесь стою, вот так жду, пока меня обнимут. Никто тебя обнять не будет. Потому что это тщеславие. Хочешь, чтобы тебя обняли? Беги и обними всех. Но потом прошло некоторое время. И ночью мне позвонили и сказали, ты будешь завтра служить опять же ДК ЖД. А у меня вообще слова нет. Я говорю, все. В таких моментах мне лучше спать. Я пошел, Леха уснул, потому что я знаю, Роза не спит в это время, когда я сплю. Утром встал, получил слово так вот просто, без вообще никаких, без настроения. Так вышел, начал чем-то, какими-то словами. Потом дальше, 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 дальше. Говорю, говорю, минут сорок говорили. Я смотрю, зал очень активно участвует. Думаю, ну надо же, я сегодня вообще не готовился. И уже спустился, подходит одна сестра, говорит, слушай, брат, ты как будто мою жизнь рассказали. Я думаю, да ладно. Я вообще сегодня не готовился. И мы едем домой, Роза говорит, вот этот раз уже понятная проповедь. Я говорю, как? Знаете почему? Потому что я не возомнил о себе. У меня был душевный покой, правильный. Я же не ходил вот так уже. Я просто, я помню одно, одно случай, когда один человек там, его зовут проповедуется, он так бежит на сцену, аллилуйя, кричит, кричит там, хочет зажигать всех, а потом видит, что не получается, потерял мир, опустил голову, спускается. Один дед сидит впереди и говорит, вы знаете, дорогие, ну дедушки они так говорят, дорогие, если бы он поднялся так, как спустился, он бы спустился так, как поднялся. Поэтому очень важно христианину иметь душевный покой. Вот о чем переживает Бог. Не о том, чтобы мы такие супер помазанники были, иногда я вижу, вот так руку положил на голову и идет, вот так кругом идет. А зачем это надо? А зачем это надо, если Бог хочет душевный? Но если голова кружится, ну пусть кружится, а ты смотри, как кружится голова, а ты наоборот удержи, чтобы не крутилась. Сегодня мы будем молиться, чтобы Дух Святой принес покой. И у нас есть одна, пример одной молитвы, мне очень нравится эта молитва. Почему? Потому что седьмой пункт, это, седьмой пункт, это очень важно, это способность принимать истину, то есть смириться перед истиной. Помните, там же продолжает апостол Павел, но посмиренно мудрю, «Почитай один другого, высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе». Помните, те же чувствования, какие во Христе. Иисусе, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, будь равным Богу, но уничижил себя самого. Вот в чем вопрос. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной, посему Бог превозносил его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонили всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аллилуйя! Вот суть, вот суть христианства, смирить себя. Принимать эту истину, чтобы наше «да» было «да», чтобы наше «нет» было «нет». А что сверх этого, это от лукавого, братья и сестры. Я здесь хочу прочитать одну молитву. И в чем же здесь мудрость? Работа над собою. В чем мудрость, братья и сестры? Не просто бежать, как все бегут. Не просто быть толпою. Никогда не кричат «распни», не надо кричать «распни». Когда они кричат «блажень грядущего имя Господня», не кричи, если для тебя это ничего. Начни работать. В чем же мудрость? Начни работать над собою. Посмотрите, один из... Я хочу прочитать молитву одного немецкого богослова. Это такая интересная фамилия и имя. Рейнголд Нибур. Рейнголд Нибур. Смотрите, что он молился. «Боже, дай мне разум и душевный покой». Для чего? Принять то, что я не в силах изменить. Вот послушайте, эта молитва, я вот, когда я начал размышляться над этой молитвой, в моей жизни многое изменилось. Потому что мы боремся с такими вольными, которые мы не в силе остановить. И мы теряем душевный покой, потому что мы не умеем принимать все, что Бог приготовил для нас. Посмотрите. «Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого». Послушайте, это мощная молитва. «Проживая каждый день с полной отдачей, радуясь каждому мгновению, принимая трудности, как путь, ведущий к покою, принимая подобно тому, как Иисус принимал, этот греховный мир таким, какой он есть, а не таким, каким я хотел бы его видеть. Вот вопрос в чем. Веря, что ты устроишь все наилучшим образом, если я припоручу себя твоей воле, так я смогу приобрести в разумных пределах счастья в своей жизни и превосходяшееся счастье с тобою на вечные веки в жизни грядущей. Аминь! Послушайте, это сильная молитва. Почему? Я удивился, тут один момент. Смотри. Так я смогу приобрести в разумных пределах счастья всей жизни. Почему в разумных пределах? Чтобы не быть фанатиком. Знаете, я знаю людей, которые сегодня только кричат. Они оставили все. Они оставили семью. Они оставили все. Тупо кричат целый день, как будто они Богу служат. У них нет душевного покоя. Поэтому от этого они и кричат. У кого есть душевный покой, он успокоится. У него разумные предели. Он не просто служит Богу. Он не просто... У него есть разумные предели и в счастье, и в радости, и когда переживает за других. Это везде должно быть разумные предели. И я хочу, чтобы... Вот если вы захотите, потом я эту молитву выложу в общий чат. Подумайте, поразмыслите об этой молитве. Посмотрите. Боже, дай мне разум, с чего мы начали, да? И душевный покой. Вот что мне хватает. Я хочу исцелиться. Я хочу исцелиться. Тебе надо остановиться и получить душевный покой. Тебе надо успокоиться. Если внутри тебя будет душевный покой, ты увидишь, ты уже исцелился. Почему? Есть дух, который возбуждает наш дух. Есть дух, который возбуждает нашу душу. И мы начинаем ошибиться. Это не дух Божий. Дух Божий. Написано, дух от Бога, злой дух, возбуждал Саула. И помните, он когда пришел, позвал священников, которые помогли царя Давида. Это первое царство, 22 глава. Он сказал, надо умереть священникам. Он безумствовал. И когда он сказал своим помощникам, телохранителям, умертвите, они этого не сделали. Так в чем же мудрость? Так надо было там остановиться. И другого уже не просить. Вот что. Дух злой возбуждает, и человек теряет покой души. И ему кажется, Бог его оставил. Ему кажется, что он не служит Богу. Ему кажется, что он потерял первую любовь. Ему кажется, что он вообще самый грешный. Почему? Возбужденное состояние. В душе нет покоя. А душевный покой, это очень ценно для нас. Поэтому нам это семь пунктов, которые мы должны работать над собою. В чем же мудрость? Работать над собою. Прославление, проходите. Я хочу, чтобы мы сегодня нашли этот душевный покой. Чтобы мы успокаивались. Ничего не делали лишнего. Не показались супер духовными. Не показались таким, ну, я не знаю, мы ничем Бога не удивим. Вы знаете, Бог, смотря на нас, уже удивляется. Больше мы Его ничем не удивим. Понимаете? Чтобы придумывать что-то другое. Мы сейчас будем молиться. Вы знаете, часто служители выходят сюда или где-нибудь и хотят удивить. А нельзя удивить никого. Нам надо просто понять, что любит Бог. Как мне двигаться? И где мой покой? Вы знаете, лучше кусок сухого хлеба, но с ним мир, нежели огромное богатство, но с ним нет душевного покоя. Так что, народ Божий, освободитесь от всяких идолов, выбросьте их, сломайте их, освободитесь от них, начните служить живому Богу. И тогда у вас все получится. Я хочу сейчас, чтобы мы поклонились. Может, будет, есть, может быть, люди, которые новые, первый раз. Ты можешь тоже выходить сюда, я помолюсь за тебя. Но я прошу вас, братья и сестры, если у тебя все нормально, не надо выходить сюда. Если ты просто хочешь, чтобы, ну, излишний раз тебе помазали елеем, а, ну, как бы, нету цели никакой, у тебя нет цели, за что, чтобы тебе молиться. Может, тебе надо исцелиться, может, тебе надо обновиться, может, тебе надо принимать решение в дальнейшем, а у тебя не получается. Я сегодня, у меня побуждение молиться, помазав елеем, человека, который в этом нуждается. Поэтому, пожалуйста, сейчас будет идти песня поклонения Богу. Я не знаю, какой выберет прославление. Я хочу, чтобы мы встали перед Господом и сперва начали на месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...